Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который собрал нас из всех народов и даровал нам Свою Тору. Благословен Бог, Который дал нам Тору Свою. Садитесь, пожалуйста. Сегодняшний отрывок Торы очень интересный, потому что он разнообразный и называется Пинхас. Пинхас – это особенный человек, который сделал смелый поступок в жизни Израиля, который фактически направил Израиль в русло праведности. И этот отрывок начинается из главы, у нас Бамидбар, то есть числа, и из пятой главы, там часть ее. И если рассмотреть эту всю главу, то она как будто разделена на три части основные, даже четыре. Это поступок Пинхаса, исчисление Израиля по роду, по их коленам. Потом у нас просьба пятерых дочерей, одного из лидеров еврейской общины, чтобы получить землю, где закон меняется относительно получения земельного удела в наследство от отцов к дочерям. И последнее – это то, что Бог призывает Моисея посмотреть на обетованную землю. И там что-то происходит потом. Потому что до этого, там есть в 27 главе, что Моисей делает решение не в пользу свою и своей жизни. То есть он непослушен был Богу, и вместо того, чтобы говорить к скале, он ударяет ее дважды, и оттуда идет вода. Этот экцидент, конечно, очень часто обсуждался среди разных людей за все эти времена. Но давайте посмотрим, что происходит в это время с Израилем. Написано следующее. Начинается глава именно не как у нас в Библии, а начинается с того момента, что происходило. Вот некто из сынов Израиля пришел и привел к братьям своим мамитянку в глаза Моисея и в глазах всего общества сынов Израиля, когда они плакали у входа в Скинию собрание. Финес – сын Ализара, сын Аарона, священника. Увидев это, встал из среды общества, взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих. Израильтянина и женщину в очрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финес, сын Ализара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них. Я не истреблю сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет, и будет он ему потомство его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Богу своему, заступив сынов Израилевых». Что интересно, этот отрывок очень важный для истории Израиля. Много раз мы можем представить себе, что такого здесь серьезного или плохого. Ну, увидел парень, полюбил девушку, она не израильтянка, она не еврейка, она не служит Богу, она служит другим богам, захотел, взял ее, ввел в свой дом, и нормально. Сегодня в современном мире так оно и трактуется, ничего сложного. Какая разница быть как бы с верующими или не с верующими? Какая разница отношения, они будут законны или незаконны? Вот здесь вот в этом отрывке очень интересные вещи происходят, потому что если смотреть современным взглядом, то ничего страшного не произошло. Ну, полюбили же молодые, правда? Ну, если он полюбил ее, в чем проблема? Зачем нужно было их убивать? Фактически убийство в Израиле людей наказывалось законом. Закон запрещал убийство. И мы читаем это в Писании. Да не будет у тебя запланировано убийство. Нельзя было планировать убийство. Но в данной ситуации нечто большее произошло, чем убийство. И Бог оправдывает это вот Финесса ради Израиля. Говорит, что его ревность по Богу и по праведности отвела гнев мой от Израиля. В чем проблема? Проблема именно в идолопоклонстве. И мы видим, что здесь Моамитяне это те же самые потомства Авраама, которое было от его первого сына, от Агария. Мы видим также, что они были братьями, или там, как мы сказали, сестрами, если так брать в общей картине, что они были семитскими родственниками. Но здесь очень интересный момент, что если вы заметите, что этот человек привел эту женщину при Моисеи, чтобы Моисей обязательно видел. И чтобы все общество видело, что он делает. Это был непростой человек. Он возглавлял семейство Симеона. Он был главой над семейством. То есть, он был главой целого колена, который в то время он возглавлял. И при всем обществе он водит девушку или женщину, которая чужестранка. Она не часть Израиля. Вопрос. Много ли неевреек было тогда в Израиле? Можно сказать, да, мы видим одну из них, это жена Моисея. Мы понимаем, что вопрос не в иностранных, не в Гоим, не в других народах. Вопросы совсем глубже, намного глубже. Это кому ты поклоняешься? Моавитяне в то время поклонялись Богу плодородия. Или же мы говорили Аштарта. Аштарта – это богиня неба, то есть божество, которого поклоняют. И были приняты позиции такие, если приносили жертвы, то обязательно была так называемая храмовая проституция. То есть это была особенная жертва или же особенный акт, который подтверждал твое приношение в этом даре. И участие израильтянина в половом отношении именно секса с моавитянкой означало подтверждение того, что они были готовы сойти от законов божьих и пойти вслед других богов. Вот именно это положение фактически Бог усматривает как преступление, чтобы не было других богов. И этот человек при всем обществе заявляет о том, что ему безразлично выбор Божьего закона. И мы видим также, что этот священник, фактически человек Афинес, который уже имел за собой право первосвященства, потому что он был сын Аарона, он по ревности своей идет и останавливает именно этот акт приношения, жертвоприношения, это поклонение другим богам. И Бог говорит, я увидел это и вознаграждаю, что именно первосвященство не отойдет от твоего рода. Но все же, это только одна часть из того, что мы говорим в этой части Торы. Но интересно, что следующий момент, очень для меня интересный, это числа 27-12. «И Господь сказал Моисею, взойди на эту гору Аварим, посмотри на землю, которую я дал сынам Израиля. И когда увидишь ее, приобщишься к народу своему. И ты, как приобщился Аарон, брат твой, так как вы причинили слово моему пустыню, сын, во время распри общины, чтобы явить святость мою через воду перед их глазами. Это воды Мириам распри, при Кадеш и пустыне сын». Интересно, что Бог показывает Моисею землю, в которую он должен был его ввести. Правда? Но он говорит, ты не войдешь, потому что ты не послушался моего слова. Ты приобщишься к своему народу, как приобщился Аарон. Вы не послушались моему слову. Знаете, на месте Моисея, конечно, было бы сильнейшее разочарование. Любой из нас, будучи на месте Моисея, сказали бы, досада. Ведь фактически, когда Господь призывал Моисея у горящего куста, там не было условий того, что, знаешь, я вывожу тебя в обитованную землю, выведи народ мой, но ты туда не дойдешь. Вся была цель Бога – вывести народ Божий из рабства и ввести его в землю обетования, где Моисей имел бы ту же участь. И какое разочарование пришло к нему, когда Бог сказал, ты не войдешь. По одной причине – по причине непослушания. Мы понимаем, что эта часть очень важна. Моисей должен был вместе с Аароном сказать скале, чтобы она произвела воду. Но вместо того, чтобы говорить и быть послушным Богу, он ударяет по скале дважды, и потекла вода. Фактически потекла по его вере и по неотступности. И чаще всего склоняется к тому, что скала, которым написано Мирьям, это скала Распры, или же источник был, когда по преданиям, по медрашам, что Израиль в пустыне сопровождала вода по причине сестры Моисея Мирьям. Но интересно, что дальше Писание говорит нам о других вещах. О том, что этот источник, он иссяк. Он иссяк. Иссяк источник после того, как Мирьям умерла. Помните, да? И сегодня, когда смотреть на жизнь этих божьих людей, Аарона и Моисея, можно сказать, кто не ошибается. Вопрос не ошибки. Вопрос непослушания. Вопрос, когда мы достигаем, каждый из нас, уровня, где мы перестаем быть чувствительны к Богу. Каждый из нас, мы достигаем какой-то уровня уверенности в Богу, где мы перестаем быть чувствительны к тому, что Бог делает. И на самом деле за собой чувствуем право ошибаться. Кто из вас не чувствовал это право? Мы говорим за собой, ну, всякого бывает. Всякие вещи происходят. Ничего страшного. И именно часть вот этого состояния, где Моисей, он не кинул вызов Богу, Боже мой, не так говорить, а из-за того, что он уже знал, кто он, кто он. И он говорит, мне ли вы из этой скалы для вас извести воду? Мне ли? И разговор был с народом, превознесенным тоном. За то, что он пренебрег народом и не послушался Бога, Бог говорит, я не веду тебя в обетованную землю. Этот момент очень важный и очень страшный, потому что мы, народ избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшее нас из тьмы в чудный свой свет. Каждый из нас призван вести людей, каждый из нас призван служить, каждый из нас призван того, чтобы возможность дать людям утолить жажду быть ближе к Богу. И если наша позиция, как у Моисея, становится в этот момент чуть-чуть выше и надменен над людьми, мы получаем, в свою очередь, знаете, возмездие. Бог говорит, все было хорошо пока, все было нормально, все вышло по плану, пока ты не сделал то, что я просил. Ты не сделал. Вода пошла, послушайте, вода и чудо произошло, потому что Бог верен своему слову, но воздаяние за то, что произошло, совсем стало другим. Как часто у нас в жизни мы хотим достичь обетованной земли, нашего обетования, которое Бог нам дает, и в некоторых ошибках, которые Бог нам говорит, чтобы мы делали, а мы их не делаем, мы, знаете, получаем по нашему воздаянию. И вы скажете, подождите секундочку, но ведь в Ишуа Мессии, в Новом Завете, теперь все новое, все во благодати. Во благодати? Конечно. Не хочу оставить, братья, вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, все погрузились в моша и в облако и в море, все они ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был в мошах. Источник, который ишел оттуда, была надежда, спасение. Оттуда, которые люди пили. И когда мы говорим о том, что мы хотим приобщиться и наполнить свою жизнь нашим Богом, нашим Мессией, нашим искуплением, нам нужно всегда помнить, что Бог имеет какие-то правила к тому, что нам нужно делать. Особенно, Ишуа говорит, да ныне вы ничего не просили, во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Просить воду жизни в Ишуа, это самое важное в нашей жизни. Но, как мы ее просим? Что мы требуем у Бога? И что мы делаем, когда Бог говорит нам делать по Его Слову? И очень часто получается так, что мы получаем, когда мы просим, но не делаем то, что Он говорит. Почему я говорю об этом? Какое у нас будет, знаете, вознаграждение? Каждый из нас хочет вознаграждения. Но если мы будем следовать Слову Божьему, мы увидим, какое вознаграждение Бог имел для Моисея и почему он не получил его. Если мы будем следовать со Словом Божьим, мы будем видеть, что Бог предлагает нам и что мы можем получить и что мы можем не получить, если не будем послушания. Интересная такая вот заметка. Вы помните, сколько человек, мужчин были, вышли из Египта? 603 тысячи пятьсот пятьдесят мужчин, которые, это был весь Израиль, вышли из Египта. После 39 лет по пустыне, и эта перепись была очень важна для Израиля, здесь, в этот момент, готовых к войне, 20 и выше, 601 тысяча 730 человек. За 30 лет вроде бы ничего не поменялось, 39-40 лет. Поэтому Бог говорит, я веду новое поколение, потому что они не были верны заветам. Субтитры создавал DimaTorzok